Здесь Лермонтов выставлен действительно в том самом виде, в котором мы привыкли его видеть. Бунтаря, Мятежника, Свободолюбца. И здесь собраны картины Ставропольских художников, и не только Ставропольских художников. Здесь есть интересные произведения чеченского художника. Все, что здесь представлено, все это из фондов, это малая часть того, что есть в фондах Музея изобразительных искусств. Все, что представлено, все экспонаты, они из фонда Музея изобразительных искусств. Очень интересные иллюстрации в Рубеле от произведения Михаила Юрьевича Лермонтова. У нас фоксимильные, то есть это репродукции, но все фоксимильные, они точно достоверные. Из всего, конечно, вот все тут интересно. Мне нравится, например, вот сцена дуэли Печорина с Грушницком. Мне кажется, наверное, Лермонтов даже предвидел в какой-то степени, исходя из его творчества даже, да, предвидел свою смерть и каким-то образом Рюбель вот таким образом показал нам. Вот, пожалуйста, это у нас Демон и Тамара. Очень интересные произведения в Рубеле. Хамур Ахмедов. Интересные графические работы. Три работы замечательные. Измаил Бей, Беглец и Казбич. Смотрите, страсть бушует. Как он изумительно показал то, что происходит в душе каждого, кто изображен здесь именно. Беглец – это произведение, одно из произведений Лермонтова, где человек убегает. Убегает из того места, где ему не хочется оставаться. Но больше мне нравится, конечно, картина «Измаил Бей». Картина Александра Парамонова, московского художника – это «Афорт». Портрет датирован 1940 годом. Лермонтов на фоне Кавказских гор, снежного эльбуса стоит. И позади него мы видим изображение, наверное, тоже какого-то свободолюбивого человека и бунтаря, который решил посмотреть на эти горы. Такое ощущение, что вся его жизнь проносится за этими горами. Глаза печальные. Человек, который в очередной раз приехал на Кавказ не по своей воле. Если в детстве он трижды был по своей воле и воле бабушки, то последние два раза мы знаем, что это была ссылка. И печаль. Печаль от того, что он не смог показать себя в петербургском и московском обществах человеком, который может изменить этот мир. А ведь он хотел, он не мог. Недаром, когда он уезжал последний раз уже на Кавказ, недаром же он сказал и скучно, и грустно, и некому руку подать. Не нашел он себя в этом обществе. Стремился на Кавказ, но глаза его печальные, грустные, показывают ту сумятицу, которая в его душе была. Картиналы Викторовны Чемсо. Замечательная картина. Здесь, смотрите, все подсказывает, говорит о том, что Лермонтов – это икона русской классики. Свеча, как лампада, два томика, один томик раскрыт, и его портрет, как икона, висит. Такая связь между высокой одухотворенностью как бы здесь проявляется, она видна. Темный формат, но в этом темном формате свеча, как свет, то есть произведения Лермонтова, как свет, они доходят до душ и сердец неравнодушного читателя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok